Ребята, всем привет! Мы на канале Батя в деле. Меня зовут Руслан. Я до этого уже показывал, как я менял задние колодки с большими проблемами. Ссылка на видос где-то будет снизу, можете перейти посмотреть. Сейчас я буду менять передние колодки, экранизирую, как это все происходит. Пробежал я на машине 63 тысячи километров и вот оригинальные колодки стерлись. Пришло время их поменять. Сейчас я покажу, что за колодки и, в принципе, как этот процесс происходит. Так, я до этого был в гараже у Вадика, у Другана, сейчас я у Васи. Вот такой вот штуки у Вадика не было. И мы крутили задние колодки, этот цилиндр вкручивали газовым ключом. Если было бы вот такой вот набор, как бы волшебный, было бы намного проще менять задние колодки. Ну все, как в профессиональном сервисе. Такс, значится. Колодки я взял все те же HiQ или как-то у них там еще одно какое-то корейское или японское название есть, но подорожали они. Задние я покупал что-то там тысячу с копейками было. Сейчас уже почти две тысячи рублей, тысячу восемьсот. Но посмотрим, сколько они будут ходить. Вообще, суть следующая. Нужно нам, получается, снять вот эту вот пружину отверткой. Дальше сняли такие некие пластиковые кожухи от направляющих. Выкрутить направляющие, снять суппорт сам и уже как бы смазать эти направляющие. Что тут шестигранник или что? Шестигранник. Шестигранник там. И после этого смазать направляющие, немного по краям почистить грязи, смазать колодку где-то местами и одеть все обратно. Так, значит, вот она беспощадная зима. Вырвала наглухо вообще брызговик. Вот, заказал. Скоро буду менять на новые. Так, шестигранничком выкручиваем. Шестигранничек на семь. На семь? Аж семь. Шестигранничком выкручиваем эту направляющую. Здесь первая. Здесь вот получается вторая. Сейчас попробую снять ее. Вот она. Вторая. Так, значит, направляющие, как я говорил, смазывать я буду такой некой смазкой. Купил я ее там за 90 рублей в автомагазине, в авторазпетчастях, да. Так, суппорт немного прикипел, но все равно сняли его. Значит, для того, чтобы вытащить колодку, она здесь вот на таких пружинах, в общем, она из этого цилиндра вытаскивается небольшими усилиями. Состояние самих колодок уже, по-моему, вообще наглухо, да. Но они уже и подсвистывали. То есть у меня уже само напряжение было из-за того, что ездить не особо было приятно со свистом с этим. Так, старые как раз-таки колодки по сравнению с новыми. Колоссальная разница. Шестьдесят две тысячи километров. Ну, практически вообще там ничего не осталось. Посмотрим, сколько вот эти вот новые очки Hi-Q пробегают и уже после еще один обзор на них снимем. Так, вот это приспособление, о котором я рассказывал в видео с задними колодками. Мы газовым ключом крутились с Водяном, там просто умерли вообще это закручивать. Здесь все намного проще. Для того, чтобы цилиндр проще вошел, открыли капот и вот крышку бачка с тормозной жидкостью открутили, чтобы меньше было какого-то сопротивления давлением. Сейчас еще тем той смазкой смажем направляющие и немного почистим все это сооружение и в принципе будем собирать обратно. Жестко. Я даже сам чувствую, как это сложно происходило. Класс. Все, сейчас смажем направляющие и соберем. Так, вот из этого тюбика, вот он этот направляющий. Смазал я его просто по кругу. В корейцах и на Volkswagen присутствует гайка стопорная, а здесь у тебя просто вкручивается втулка в скобу для фиксации суппорта. То есть здесь проще? Ну да, тут не нужно держать какую-то дополнительную скобу. Как-то я видел ролик, когда кто-то, вот тормозной диск, тормозную, точнее, колодку подпиливал, чтобы она была ровная, потому что она под небольшим уклоном. Я, конечно, не понял этого прикола никакого, она все равно сотрется от диска, да? Ну то есть это какое-то такое, какое-то извращенство, да, определенных специалистов. Так, на этой стороне у нас готово. В принципе, что у нас? То есть мы, получается, сняли вот эту скобу, выкрутили направляющие, все это дело почистили, смазали направляющие, соединили все обратно и, пожалуйста, в том же порядке. Теперь у нас хороший, с большим запасом, тормозной колодка. Тормозная колодка. И все, можно будет как бы не заморачиваясь, больше не снесеть на дороге и спокойно ездить, привозить клиентов. Так, после того, когда, конечно, мы закончили уже с колодками, надо не забыть закрыть лючок с тормозной жидкостью, то страшно подумать, что может случиться. Вась, как думаешь вообще про процесс этот здесь? Стоит его где-то делать в сервисе или по возможности делать своими руками? Если есть, грубо говоря, приспособление для суппортов, то ты, в принципе, можешь это все сделать и сам. Буквально, что у нас с тобой, час от этого со временем? Ну да, 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 да. Поэтому, в принципе, можно и самому. Согласен, кстати, да. Вася все правильно говорит, если есть как бы чем, то лучше сделать самому и не переплачивать кому-то. Ну и, конечно, есть, если где. И сейчас зима, но летом, в принципе, я мог бы, честно говоря, даже заморочить и на улице поменять. Летом это не так страшно. В минус 20, конечно, можно просто погибнуть рядом с машиной. Тут, конечно, большой респект Васе. Всего теплым гаражом на улице минус 20 градусов. То есть поменять на улице было бы проблемно. Даже думал уже поменять в сервисе. И он в своей инсте опубликовал, что, типа, если у кого-то гараж, Вася откликнулся, говорит, погнали, типа, загоняй тачку. Ну, вот, так что ништяк, что есть добрые люди, которые отзываются в какие-то моменты, помогают. И хочется также помогать, опять же, кому-то еще или в ответ кому-то человеку. В принципе, процесс несложный. Сейчас одену колесо и уже могу двигаться дальше. Все, ладно, всем, кто смотрел этот ролик, спасибо, удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и желаю всем, таких же друзей и знакомых, как Вася, чтобы выручали в такие минуты, когда вдруг нужно поменять, что-то помочь, там, не знаю, выручить или просто поддержать. Кстати, колодки эти были с датчиком, датчик, ну, мне не нужен, в общем, у меня предыдущие колодки были без датчика, датчика, ну, собственно, у меня нет, да, можно так сказать. Вот, по возможности, конечно, заказывайте без датчика, ну и фактически, чтобы они были дешевле. Я не знаю, как бы, для меня их заказывали, есть ли возможность эти HiQ заказать без датчика передние или нет, ну, сам факт того, что они мне обошлись 1800 рублей, я думаю, что может было бы подешевле найти без этого датчика. Ну и, собственно, вообще эту замену по стоимости снизить еще, да.